В регионе завершается неделя предпринимательских инициатив. В этом году она проходит уже во второй раз. В рамках тематической семидневки Алексей Русских провел встречу с представителями бизнеса. Открытый диалог – формат, который помогает решить наболевшие проблемы. Это люди, которые начали с нуля и уже добились весомых предпринимательских успехов. За столом представители рестораново-бизнеса, сферы IT и грузоперевозок, а еще промышленники и даже владельцы частных детских садов. Каждый из них во время работы сталкивается с определенными барьерами, которые без помощи власти преодолеть почти невозможно. Это и налоговое администрирование, это и проблемы благоустройства, это и совершенствование некоторых норм существующих, это и вопросы развития городской среды и многое-многое другое. Все эти темы открыто поднимаются во время встреч с главой региона. Такие беседы уже стали доброй традицией и проходят они несколько раз в год, но самое главное, что каждый раз по итогам диалога власти и бизнеса запускается процесс помощи предпринимательскому сообществу. Один из недавних примеров обращения местного предпринимателя переросло в письмо премьеру страны с просьбой рассмотреть возможность внести изменения в действующее законодательство. Мы, правительство Геннадийской области, не меньше раз заинтересованы в системном решении проблем бизнеса, создании конкурса, условий для его ведения. Ведь устойчивый, развивающийся бизнес, этот репортамент в точности экономики глоба региона не станет целыми. В этом детском саду воспитывают около 60 детей. Само учреждение «Частная» владелица этого бизнеса обратилась к главе региона с предложением сформировать рекомендации по поддержке частного образования. Сейчас государственное частное партнерство не может осуществляться по общим для коммерческих проектов правилам. Увеличение количества частных дошкольных учреждений приведет к тому, что освобождаются места в муниципальных детских садах. В итоге бизнес получает поддержку, а в бюджетных дошкольных учреждениях становится больше свободных мест. Как следствие, повышается доступность детских садов, а это влияет не только на систему образования, а на всю социально-экономическую ситуацию в регионе. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.